Всем привет! Сегодня я расскажу как сделать фонарь, но зачастую это для новичков, но может быть кто-то найдет для себя что-то полезное. В общем, персонажи от первого лица у нас соответственно должен быть фонарь для каких-то действий в темное время суток. Давайте войдем к персонажу. Поставим фонарь. Обычно фонарь для персонажа первого лица делается в лице, как будто бы он на голове несет фонарик. Так, ну большинство еще, правда, делает, допустим, на оружие и так далее, да, то есть вы можете прикрепить к оружию фонарь, ну там делайте анимацию, что он включает фонарик и так далее. Можно, в принципе, и здесь даже сделать. То есть, так, мы Поставили фонарь, давайте фонарь прикрепим, на всякий случай, к камере, то есть куда камера, туда и фонарь. Далее Нам нужно настроить этот фонарь, видите, да, радиус какой разброс и так далее. Это, во-первых, у фонаря начальный радиус должен быть какой-нибудь. Вот это его начальный радиус, как будто бы диаметр фонаря там 7 сантиметров, да, ну здесь он отображается в районе 5. Далее мы делаем радиус дальности. Да, радиус более яркой части, там более расплывчатой, так скажем, части и так далее. Здесь уже на свой взгляд будете регулировать, потому что в зависимости от освещения и так далее будет по-разному. Ну, в принципе, давайте примем это значение какое-нибудь и перейдем в EvanGraph. Теперь нам нужно создать какую-то клавишу, в которой мы будем, соответственно, и включать наш фонарь. Пусть это будет клавиша B. Так и напишем. Далее. Мы можем сделать, как обычно, это у нас flip-flop, чтобы на одну и ту же клавишу. И фонарь включался и выключался. Далее, что мы должны, во-первых, мы, во-первых, должны выключить его. Здесь есть такое значение. Так, где оно? Вот visible. Выключаем. То есть он не будет показывать ничего. Можно интенсивность, давайте на нолик. Так, для чего интенсивность на нолик, я вам, в принципе, сейчас объясню. Покажу точнее. Это для красоты. То есть сейчас мы сделаем и красивый фонарь, и фонарь с некими необходимостями. Так, но для того, чтобы запускать фонарь, давайте сделаем персонажу так, чтобы он не мог в любое время включать фонарь. Допустим, да? Запустим ему переменную. Допустим. Какую-нибудь булиновскую переменную. Если она будет, получается, true, мы, соответственно, будем выполнять действие. Если false, то не будем ничего делать. То есть если у вашего персонажа, допустим, в начале игры нету его, вот этой переменной, как в районе труда, соответственно, он не сможет включить фонарь. Мы его сразу давайте скомпилируем, включим. Ну, для того, чтобы вам показывать, как включается и так далее. Как это перенести? Допустим, у вас есть какая-то модель, вы его находите, и, соответственно, в персонаже эту переменную переключаете. Сейчас нам нужно наш фонарь, который из глаз торчит, включить Set Visibility, который мы как раз-таки выключили. Ставим галочку. Давайте выше поднимем. И далее делаем красоту. То есть мы, по сути, можем оставить вот так. И все, фонарь будет и включаться, и выключаться, если быстренько проверить. Буковка B. Ну, да, интенсивность я забыл, конечно, поправить. Быстренько запускаемся. B. И, как видите, да, очертания фонаря и так далее. Но, что нам необходимо сделать? Нам сделать красиво нужно. Давайте создадим здесь тамлайн. Как раз-таки мы подадим значение определенное для того, чтобы он из нуля получался, интенсивность, да, допустим, в какие-то другие значения. Это так. Поставим несколько точек прям. В принципе, давайте еще одну куда-нибудь поставим. Здесь у нас будет 0,0. Далее давайте это все сдвинем. И сдвинем мы, наверное, все-таки ближе к началу, чтобы он быстро включался. Максимальное значение у нас 0,75 будет. Так. Почему-то он не захотел прям выставлять. Так, давайте значение 0,75. Это максимальное. Timeline. Не туда написал. Value у точки 1. Здесь у нас будет... Так. Ну, давайте выставим где-то... Вот где-то здесь. Потом это мы поставим чуть-чуть пониже. Далее повыше. И этот мы тоже пониже. Вот так, чтобы он немножко моргал. Это будет совсем хорошо. Выделяем все эти точки и делаем авто. То есть, он немножко нам сгладит вот эти все углы. И вот у нас вот такая вот линия получается. Так. И далее смотрим. Давайте сделаем копирование. Поставим... Так. Во-первых, это мы переносим назад, потому что нам не нужно, чтобы он сразу выключал. Он должен выключить в конце. И здесь, которое у нас получилось. Давайте поставим lerp. Альфа переменные мы сюда подаем. Значение с нуля до 5000, допустим. Ну, то есть, максимальное значение там... Можете 10 тысяч выставить, если вам освещения не хватает. Ну, то есть, какие вам необходимы, вот второе значение как раз-таки то и будет. И мы вытаскиваем наш Spotlight. И из него вытаскиваем как раз-таки SetIntentivity. Intentivity подаем наше значение и включаем на Update. Далее мы вот это все скопируем. Нам это здесь необходимо еще. То же самое. Lerp мы копируем, но значение делаем с 5000, то есть, с того значения на нолик, допустим, или на единицу там. Как вам удобно. И далее мы уже должны выключить как раз-таки наш фонарь. А можем... А, нет. Кстати, не сюда. Нам надо на финиш поставить выключение фонаря. Здесь он будет обновляться и, соответственно, на финише уже выключат. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Давайте ночь сделаем сначала, потому что слишком плохо видно. Так, наше солнце. Солнце, солнце. Мы сделаем значение... То есть, минималку, да? Выставим 0,01 какой-нибудь. Пролетим, где у нас персонаж стоит. Так. Здесь мы... Выключим... Получается, приобретение, так скажем, неба... Солнечного освещения. Сделаем темные облачка там. Какие-то, как будто бы, ночь. Вот прям жуткая ночь получилась у нас. Давайте. Окей. И... Что у нас тут? Ну, в принципе, здесь все. Достаточно. Ну, можно еще запустить, чтобы у нас... Допустим... Так, это... Вернем. Это мы, в принципе, все равно не увидим. Ладно. Давайте запустим. Очень темно. Ничего не видно. Нажимаем клавишу B. Фонарик. Видели, да? Ну, он... Вот. Фонарик включается, выключается и с такими, это... Рывками. Ну, это, в принципе, здесь сами настраиваете. И это уже больше кажется, как будто бы настоящий фонарь. Но еще что не хватает? Не хватает какого-то красоты. Давайте запустим на нашего персонажа в текстуру. Закинем вот такую вот штуку. Это Light Cookies. То есть, в общем, это функции, короче, для фонаря. То есть, это, точнее, не функция, это изображение. Которое мы можем поставить на фонарь. И он будет светить вот с такими-то изображениями. Давайте вот какую-нибудь вот эту поставим. Чтобы ее установить на наш фонарь, нам нужно создать материал из этой текстуры. Эту текстуру получается переключить Material Domains Light Function и, соответственно, убрать с Base Color и поставить ее Emissive Color. И на данном этапе все. Нам нужно зайти в персонажа, выбрать наш как раз таки Spotlight. И здесь есть внизу Light Function Material. Вот как раз таки здесь мы будем выбирать нашу Light Function. Оно у нас выделено. Заходим в персонажа, нажимаем стрелочку и все. Давайте включаем. Если, ну, издалека не очень видно, да, но, в принципе, вот как будто бы фонарик. Надеюсь, вам, в принципе... А, да, вам хорошо видно. И вот такая вот штуковина получается. Это не прям прямой свет фонаря и так далее, да? Ну, давайте чуть-чуть увеличим. Нагнетание, так скажем. Освещение сделаем до 5000. Вот, он светит дальше. И видите, как раз таки видно разброс самого освещения. Можно уменьшать или же увеличивать. Вот такая вот штука. Получилась. Надеюсь, для вас есть что-то интересное. До скорой встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok